и снова всем здравствуйте друзья мои послушайте тишину леса и пение птиц я снова конечно же гуляю по лесу но сегодня я уехала в другой лес в тот лес с ведьмами вот сейчас иду на поляну ведьмину вы знаете почему но я до этого уезжала и показывала вам много разных моих прогулок по лесу но я все старалась все-таки в этот ведьмин лес не возвращаться он во-первых и дальше всех находится это надо ехать далеко минут сорок вот я еду на машине а тот который я вам до этого показывала он на ну ровно в половину 20 минутах но там настолько много людей что я решила сегодня уехать подальше еще такие места где я бы не смогла бы встретиться понимаете да коронавирус я опасаюсь и стараюсь все-таки гулять в одиночестве так вот извините кому не приходится по душе мои прогулки вот в лесу да кто-то даже мне сказал ну вы нашли галина место уж не могли что-то поинтереснее нам показать ну вот вы знаете во первых конечно жаль что это не 3d кино у нас потому что конечно же то что я вижу глазами и то что получается потом на экране две большие разницы я когда здесь иду конечно же у меня все в объеме ну и совсем другие ощущения ведь у нас конец апреля и время blue bell называется здесь синих колокольчиков в лесу именно и вот посмотрите я нашла немного немного посмотрите впереди вот они как дымка такая да голубоватая дымка вот эти цветущие колокольчики голубые здесь их не очень много но все равно есть такое небольшое ощущение знаете такая поляна на вот там дальше они даже интереснее смотрятся потому что издалека вот я показываю кажется что их там много но вот эти я подошла здесь уже их совсем совсем мало я обещала вам показать но знаете к сожалению вот таких больших лесов с полностью когда ковры этих колокольчиков и просто весь лес он голубой так красиво к сожалению здесь они нашла на большой земле до возможно есть здесь у нас надо сильно постараться чтобы найти ну вот ну вот что то что то вот как то немножко немножко вот такое конечно же вы можете погуглить это все и найти знаете массу фотографий красивейших вот таких лесов с колокольчиками цветущими ну вот вы знаете я даже все равно рада что я вам нашла что-то немного похоже не так много если сверху смотреть так вообще кажется их мало да но все равно зрелище потрясающе природа творит чудеса ну и я также конечно же рада что я еще выполнила вам то что обещала все таки смогла показать вон они кстати еще колокольчики посмотрите да видите издалека по моему даже они смотрятся более интенсивно так вот несмотря на всю критику как я говорю я все же продолжаю вести с вами повествование из леса что я хочу сейчас вам друзья рассказать вы знаете во первых конечно вот это мое видео когда я вам рассказала о своей дочери и вы знаете как удивило меня то что эта тема очень многих затронула за живое скажем так и очень много отзывов написали мне многие написали о своих проблемах существующих тоже в их семьях кто-то написал со стороны детей обиженных кто-то написал со стороны обиженных родителей но понимаете как получается что у многих и очень многих существует такая проблема непонимания я просто почти на 99 процентов уверена в том что все равно нельзя прерывать связь с родителями нельзя прерывать связь с детьми бывают в нашей жизни такие случаи которые ну вот невозможно объяснить вот я расскажу частности о себе что произошло однажды со мной мне однажды приснился вещи сон но знаете кстати по поводу снов вы как верите сны не верите я знаю что есть именно вещи сны у меня их было несколько и вот один из таких снов я хочу вам рассказать это случилось когда моей дочери было наверное лет 17 18 и отношения у нас как я считала были вполне нормальные ничего как говорится не предвещала вот и вдруг мне снится сон что мы с ней плывем на вот таком водном велосипедике вдвоем рядом сидим и крутим педали знаете эти водные велосипедики и она во сне моем совсем маленькая ей где-то лет шесть наверное или семь маленькая девочка она сидит рядом мы с ней разговариваем вместе крутим эти педали этого водного велосипеда что-то о чем-то говорим я не помню о чем что-то такое это беседа абсолютно не о чем и вдруг моя дочка она наклоняется переклоняется и бултыхается в воду падает и она так падает что она просто сразу камнем опускается то есть она не бултыхается ничего она падает и ее на поверхности нет и у меня такая страшная паника я бросилась в воду естественно за ней я стала нырять я плаваю хорошо и получается я вижу что вода мутная мутная и я открываю глаза в воде я пытаюсь ее увидеть найти спасти схватить вытащить на поверхность и я ныряю глубже 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 и я вижу что она уже где-то далеко далеко вот такой вот точкой в этой мутной воде спускается все ниже и ниже и ниже и вы знаете у меня такая паника у меня такая жуткая истерика дикий страх но вы представляете да что это может быть я выныриваю я опять набираю воздуха я опять ныряю за ней я ору диким голосом я пытаюсь вытащить но я уже больше ее даже не вижу и я понимаю что она утонула и я ничего сделать не могу я вынырнула задыхаясь крича в ужасе что произошло и я просыпаюсь естественно я просыпаюсь я вся в слезах меня трясет и я кричу кричу так что у меня даже горло хрипло вот этот вот ужас когда я проснулась он меня конечно же не покинул и мне пришлось наверное несколько минут дышать ровно глубоко и успокоить свои вот эти вот рыдания которые меня душили и в конце концов понять что это был все-таки просто сон но у меня ощущение было когда я проснулась какой-то ужасной просто трагедии которая случилась я выскочила это было перед утром выскочила заглянула в комнату дочки дочка спит она уже взрослая естественно что но это было просто сон но он был настолько ужасный настолько дикий и как бы понимаете вот эти мои ощущения ужасные что я просто потеряла дочь что она утонула я не смогла помочь спасти и вытащить ее они у меня очень долго оставались и меня как-то все время этот сон возвращал и возвращал к себе но потом как говорится немного прошло времени я забыла естественно но как забыла я не забыла его до сих пор и свои ощущения не забыла но я все-таки естественно не вспоминала этот сон уже так явственно и потом когда случилось такое что моя дочь просто ушла от меня отвернулась и получилось что на самом деле я ее потеряла понимаете я ее потеряла уже в реальной жизни и вот я вспомнила этот сон вы знаете спустя вот долгое время я вспомнила и я поняла что вот этот сон был вещем как могло такое произойти понимаете это очень странно но этот сон показал мне еще за много много лет до того как случилось что я потеряла свою дочь он показал мне что это случится ну я-то поняла это и расшифровала тот свой сон только спустя годы но вот понимаете как интересно что этот сон он не забылся и почему-то вот когда я начинаю вспоминать иногда переживаю то не то что иногда почти всегда я думаю о своей дочери что произошло о нашей жизни не сразу всплывает в памяти именно вот этот сон как я ныряла за ней и как она просто ушла от меня 3d белка белка на дереве белка на дереве нет вам ее не увидеть к сожалению белка убежала в крону дерево и я цокаю она мне отвечает и тут как говорится мы опять возвращаемся к тому что мы абсолютно ничего не знаем об этой жизни что происходит кто мы на этой планете что такое душа что такое время самая для меня непонятная и загадочная субстанция что такое время но это другой совсем разговор а я хочу сказать что просто все в этой жизни взаимосвязано и все равно что-то такое существует чего мы не можем понять слышите как птицы поют вы знаете обратила внимание на то что птицы начинают петь очень очень рано даже еще солнце не стало птицы начинают петь где-то около пяти часов утра я уже много раз замечала это очень сильно вдруг начинают петь птицы и вот сейчас у нас половина шестого вечера я гуляю с вами опять по лесу и послушайте как сильно стали петь птицы в лесу конечно много птиц казалось бы они всегда поют но вот нет они поют очень сильно на восходе и на закате интересно наверное нужно и нам просыпаться именно когда начинают птицы петь ну это по-моему даже легче чем лечь спать как когда-то говорили с петухами на просыпаться с петухами а ложиться спать с курами как ни странно но это действительно работает и вот если кто-то спит долго то может наверное понять и определить что чем дольше спишь тем труднее потом просыпаться и просыпаешься наполовину разбитый странным образом вроде казалось бы что ты выспался но нет просыпаешься не вовремя и весь день как-то не очень удачно дальше идет особенно сейчас когда мы находимся в самоизоляции постоянно дома хорошо если есть какие-то физические упражнения но многих только компьютер основную часть времени занимает и очень потом сложно заснуть потому что не утомляемся ну вот знаете как было бы здорово если бы человек почувствовал именно свои биологические часы и ощущал полностью связь с природой просыпался когда начинают петь птицы и ложился на закате солнца как жаль что мы уже дети прогресса и дети своего времени и знаете я конечно тоже абсолютно не могу себя заставить так жить и это очень жаль вот сейчас у меня тоже знаете проблемы со сном и поэтому я и слышу птиц в пять часов утра потому что иногда я даже до пяти часов утра и заснуть не могу но ладно наверное вы все это тоже знаете прекрасно посмотрите здесь уже цветут вовсю каштаны видите вот я вам показываю дерево цветущего каштаны далеко но думаю что вы увидите как быстро все расцвело как быстро все зазеленело как жаль что мы сейчас сейчас не можем насладиться полностью этой красотой я иду и говорю медленно потому что я надеюсь все таки что вам слышно пение птиц и что это тоже каким то образом скрасит ваше нахождение в квартире очень жаль я знаю что многие даже не могут выйти из дома погулять я знаю что самоизоляция например у нас в россии очень жесткая выходить нельзя ну а здесь в англии нам разрешается немножко погулять поэтому я стараюсь показать вам то сейчас чего многие лишены то есть именно природы люди они